пурим поэтому я сказал пуримское утро потому что говорить мы будем именно про вот этот праздник который наступает в на исходе субботы и является одним из самых важных праздников в еврейском вообще календаре один из самых важных и самых таких любимых праздников но как и многие другие вещи в нем есть уровне понимания мы сейчас постараемся понять вот глубоко постараемся понять глубоко что это за праздник зачем он почему и как а как нам его вообще использовать для собственного духовного роста да я подготовил для вас даже текст очень такой вот коротко но все вроде бы понятно да в телеграм-канал его сейчас отправляем даже нет я его отправлю нашему редактору дай бог ему здоровья чтобы всевышний ему дал очень много здоровья сил влад косов замечательные редакторовая икра который уже много лет прямо все тексты оформляет я щас ему это текст пошли он его оформит красиво уже когда я его отправляю не у всех есть талант красиво оформлять тексты вот у каждого из нас есть к чему то талант влад за все время не сделал ни одной ошибки не грамматической не стилистической не редакторской то есть он реальный талант и чтобы всевышний дал ему много-много здоровья бывает что в одной сфере у человека талант другой сфере что-то у него не ладится вот поэтому владу сейчас отправил он красиво это оформит и значит праздник пулем праздник пулем даже еще влада попрошу чтобы я чуть подредактировала только что закончил этот текст подожди я после после урока еще исправлю исправлю да все дорогие друзья итак праздник пулем праздник пулем он наступает в последний месяц года то есть в еврейский календарь он отличается от грегорианского календаря и он начинается с месяца nissan первое nissan это как первый месяц года nissan это месяц когда выходили из египта и ровно через 30 дней после праздника пулем наступает праздник пейсах пейсах это исход из египта получается что последний праздник во всем календаре еврейском да это праздник пулем теперь но многие же знают что есть такой праздник который называется рожа шина новый год как же может быть что новый год это 7 месяц рожда это 7 месяц по счету года а значит песах песах это первый месяц года но это весной и он первый а новый год 7 как это значит евреистии праздники это не просто праздники которые придумали люди это отражение духовной структуры мира то есть в этих праздниках скрыта полностью устройство вселенной как это работает устройство человека устройство мира поэтому значит когда песок это начало начал да это как бы начало начал но обычно когда происходит начало начал даже вот в нашей жизни у человека это начало начал никто не видит потому что начало начал где она происходит обычно в мысли то есть зарождение есть идея начале чек задумывает что-то у него появляется идея, потом через какое-то время он эту идею выражает в действие. Точно так же, когда Всевышний задумал мир, значит, когда Всевышний задумал мир, он его задумал в Ниссане. Это была первая идея. Представьте, бесконечный Всевышний, мы его не можем ни постигнуть, ни понять. Это основа мироздания, все мироздание в нем. Не Всевышний в мироздании, а мироздание в нем. Он его создал. И тут у него появляется, вот у этого бесконечного, безграничного, непостижимого Всевышнего появляется идея вот этого мироздания. И эта идея, вот это новое рождение, это Песах. Это первый месяц. И Песах это как раз такой момент, когда выходят из оков. То есть через 30 дней после Пурима наступает Песах. И это месяц как бы исхода из рабства. Но был выход из египетского рабства. А есть у каждого из нас внутреннее рабство. Рабство в привычках, рабство в шаблонах, рабство в способах мышления, много разных типов рабств есть у человека. И это как раз время предназначено для обнуления, для выхода из рабства. Да, это Песах начала года. Но вначале это надо придумать, вначале надо принять решение. Потом проходит время, и на седьмой месяц Роша Шана был создан человек. Был создан мир уже в физическом плане. То есть мы видим, что вот этот вот цикл 7, он работает везде. 7 нот, 7 цветов, 7 дней недели. Он работает, этот цикл. И на седьмой, получается, месяц, месяц Тишрей он называется, да, возник мир. Уже возник в физическом плане. Возник первый человек. Всевышний в него вошел. В этого первого человека. Ну, в общем, и дальше мы знаем всю историю. Потом, значит, вот идет Роша Шана. Потом идет после Роша Шана идет праздник Суккот. Да, идет праздник. А, есть еще до Роша Шана. Какой после Песока идет праздник? После Песока идет праздник Шавот. Дарование Торы. Но мы знаем, что Тора была создана до рождения мира, до зарождения мира. И вот оно так и работает. То есть была идея мира. Идея – это желание. Вот у человека возникает какое-то желание, чтобы что-то появилось в его жизни. Потом должен появиться план. Поэтому так и говорится про Тору, что Тора – это она была план, по которому потом был создан мир. То есть Тора – это план мироздания. И из этой же Торы, из плана, да, то есть если желание Всевышнего, желание – это как энергия, потом желание структурируется в план, а потом этот план превращается в мир. Также у человека желание превращается в план, план реализовывается в действие, а действия дают результаты. Теперь дальше. Дальше после того, как было дарование Торы, потом следующий праздник называется Суккот. Ну потом идет Роша Шана, потом Йом-Типур, потом Суккот. Потом Суккот – это мы уже празднуем. Когда что-то произошло, надо отпраздновать. То есть мир появился, мы празднуем в Суккот, значит, все празднуем, отпраздновали. Все, и потом, значит, потом идут… Нету праздников. Нету-нету праздников. Потом был потоп. Кстати, после Суккота, как раз следующий, это месяц Мархишфана называется, в него как раз начался потоп. Мир смылся, мир идет не туда. Когда человек слишком празднует, мир идет не туда. Когда слишком хорошо, потом сразу же люди начинаются, разжирел и шурун и начал брыкаться. Так обычно бывает в жизни у человека тоже. Когда слишком хороший период, он человека очень расслабляет. Даже есть такие высказывания в личностном росте, в коучинге, что успех – это самый главный враг. Потому что успех, он очень человека расслабляет, у человека опускаются руки, он все же поймал звезду в спорте, где-то называлось. Смотришь, на стадионе кто-то не тренируется из таких вот профессионалов. Ну, говорят, ну все, поймал звезду. Уже он думает, что он звезда. Все, значит, через короткое время его не будет. Теперь, потом начинается, ну, потоп – это не праздник, просто как-то идет в хронологии. И после этого появляется два новых праздника. Два новых праздника, один… Почему они новые? Потому что все предыдущие праздники, они есть прямо в Торе. А эти праздники, они в Торе были в потенциале. Это Ханука и Пурим. И они уже в дальнейшем в истории еврейского народа, когда произошли некие события, то они как раз и активировали потенциал этих праздников. Значит, праздник Ханука, он был… Это борьба света с тьмой. То есть, это борьба идеологии. Есть идеология греческая, идолопоклонство и так далее. И есть идеология Торы, это свет, божественный свет Тора и так далее. В Хануку свет побеждает тьму, значит, все отлично. И вот мы подошли к последний праздник года – Пурим. Значит, Пуримская история, если ее рассказать в двух словах, да? Еврести народ после разрушения храма его переселяют на выходный цар в Вавилон. И в Вавилоне это не было рабство, это было просто переселение народов, как там были казахские немцы, кого-то еще куда-то переселял Сталин, да? То есть, он переселял народы. Вот переселил на выходный цар еврея в Вавилон, и они там очень себя хорошо чувствовали. Чувствовали они себя хорошо, как в Америке сейчас себя чувствуют евреи. Прямо реально были очень большой силой. Теперь у них была своя, как бы, автономия такая в Вавилоне. И глава вот этой автономии, он был в государственной иерархии, он был третьим человеком в государстве в Вавилоне. Теперь, по важности, да? Теперь, про Йом-Типур, Йом-Типур это, он сразу идет за Роша-Шана, через 10 дней это день искупления греха. То есть, Йом-Типур это день искупления грехов. Роша-Шана день суда, через 10 дней Йом-Типур искупления греха. И говорят, Пурим он как Йом-Типур. Сейчас я расскажу эту связь между Пуримом и Йом-Типуром. Значит, Вавилон. Евреи себя чувствуют очень хорошо. Ну и, как мы уже знаем, когда все хорошо, разжирел и шуру начал брыкаться, евреи начинают слишком... Ну, был пир, они там не ели кошерное. В общем, начинают расслабляться. Как вы видите, 30% сейчас идет ассимиляция, выступает там какой-нибудь еврей и говорит, нет, я стесняюсь, что я еврей. В общем, идет такое... Ну, когда все хорошо, человек перестает терять страх перед Богом. Вот это самое главное... Главный минус того, что все хорошо. Когда все хорошо, человек теряет страх перед Богом. Все. А когда он теряет страх перед Богом, уже как бы у него нет мотивации соблюдать заповеди. Он тогда начинает думать только о своем удовольствии, получении вот этого вот... Максимально выжать из этого мира физического максимум удовольствия. Если он Бога не боится, он начинает нарушать заповеди. Если он начинает нарушать заповеди, то он рушит духовную основу своей жизни. Если он рушит духовную основу своей жизни, то жизнь следом за этим рушится. И вот в Пурим как раз уже пришла ситуация к тому, что духовная основа была разрушена. Это к вопросу о том, что сейчас в Израиле есть споры, должны те, кто учатся в ешивах, служить в армии, не должны. Они служат в армии. Они целый день учат Тору. Это духовная армия. Они не смотрят телевизор, они не сидят в телефонах, в смартфонах. Они находятся в духовной армии, которая обеспечивает вообще существование еврейского народа. И вот в Пурим мы как раз видим эту историю. Евреи расслабились, расслабились, перестали бояться Бога. Теперь в этот момент начинает разворачиваться внешняя канва событий. Трактат Талмуда, который называется Медила, он разбирает свиток СТР. Вот такой толщинный трактат. Он говорит, что в самом начале, что Медилат СТР, вот свиток СТР, мы читаем, чтобы понять слои реальности, чтобы понять, что думали и делали люди. Нет, вначале, что делали люди. Чтобы понять, что они думали. Чтобы понять их намерения. И чтобы понять, что из этого получалось. То есть, Медила, СТР нам дает, как бы такой развернутый, развернутый как аквариум такой, где мы видим вот некий период события, в котором люди думают каждый свое, планируют каждый свое. Но за вот этой вот всей внешней историей есть Бог, который всем этим управляет. И мы наблюдаем через свиток СТР, как происходит то, что называется божественное проведение. Интересно, что само слово СТР, ее звали не эсфирь, как переводят на русский язык. Ее звали эстер. Это ее было. Эстер это сокрытие. И есть такое понятие, что Бог скрывает свое лицо. СТР по ним, как Бог скрывается за обычными какими-то событиями. И вот, значит, поэтому и называется Медилат СТР. И ни разу, ни одного раза, вот вы можете проверить, в свитке СТР не упоминается Всевышний. Напрямую. То есть, там написано царь, когда царь. Когда написано царь Ахашвирош, тогда это имеется в виду действительно царь Ахашвирош. Когда написано просто царь, идет намек на Всевышнего. Но вот напрямую не написано ни Бог, ни Господь, ничего, ни одного слова. Просто идут события, и мы наблюдаем за ними. Только мы наблюдаем, включая нам, сообщает пророк, сообщает, что думали те люди, которые находились внутри этих событий. Внешне события развивались так. Поднимается на престол, на царский престол под бывший конюх. Он, звали его Ахашвирош, он был бывший конюх, но он был очень умный, хитрый, предприимчивый. И он поднимается на престол и становится главой государства, в котором 127 государств автономных областей империя. Он такой император. И вот этот император Ахашвирош, он, мы видим в жизни, очень часто бывает такое, что из грязи в князе, такое русское выражение, из грязи в князе. Такой он из грязи в цари. И тот, кто поднимается из грязи в цари, он обычно очень мстительный и он очень, значит, главный его, как Сталин, например, его главная была задача, это всех убить. То есть, было прям волны. Он вырезал всех, кто могут потенциально сделать для него опасность для жизни. Вот Ахашвирош, у него было вот такое вот стремление, мы можем и в наше время наблюдать у некоторых тоталитарных правителей такое стремление, всех соперников убрать. И Ахашвирош, он очень такой был в этом деле царь, ну, грамотный. И он для того, чтобы укрепить свою власть, он женился на внучке, на выходной цара, который был император, который разрушил первый храм и евреев переселил в Вавилон. И, значит, он женился на его внучке, ее звали Вашти, Вашти, Вашти. Такая она была принцесса, внучка Ахашвироша. Потом он сделал огромный пир, собрал 180 человек, и 180 дней длился пир, он собрал всех, значит, губернаторов, мэров, там, всех-всех-всех чиновников, он собрал в столицу, в Шушан, и они бухали. Шушан это на современном языке Сузы. Город Сузы это Шушан. Просто древние греки, которые вот, через них к нам дошли, и все эти названия, они Шене выговаривали. Поэтому они, как город Ваш называется? Шушан? Сусан? Та не Сусан. Шушан. Сузы? Та не Сузы, Шушан, а не Сузы. Так и запишем. Сузы. И, значит, до нас дошли Сузы, а назвался он Шушан. И он собирает в Шушане на 180 дней пир, и начинает всех качать алкоголем и наблюдать. Потому что известная история, что что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Так он проверял лояльность своих вот этих вот подданных. И в этот момент он сам тоже же выпивает с ними. И в этот момент он зовет эту царицу Вашки и свою жену, чтобы показать, что у него самая крутая жена. И он приказал также, они же украли, все, кто грабители, вот второй храм римляне разрушили. Они украли все золотые сосуды храма, унесли в Ватикан. Первый храм разрушил на выходные царь. Они украли все сосуды храма, всю храмовую утварь, унесли. И он приказывает, несите мне в сокровищнице, покажите, какой я крутой и зовите мне Вашки и пусть придет в короне и голая. Вот так вот он решил ее проверить. А она отказалась. Отказалась прийти. И он, значит, приказал ее казнить. Приказал он ее казнить, с пьяну показать всем, что он царь, что с ним нельзя вообще спорить. Сталин, он своего сына, фашисты его захватили, не обменял ни на кого. Сказал, у меня нет чувства, я вообще не человек. Сын, не сын, мне все равно. И убил свою жену. Сталин, ему показалось, что там что-то зашевелилось, он застрелил. А Ахашвирош, он свою жену Вашки приказал казнить. И тот, кто посоветовал ее казнить, у него был советник по имени Аман. И вот этот вот Аман, он тоже очень быстро поднялся. Тоже из грязи в князи. А Ахашвирош приказал, чтобы все перед Аманом кланялись, прям падали ниц. И вот все вот эти вот тоталитарные элементы управления, они очень продуманные. Они очень продуманные. Современная психология разобралась, как это работает. Есть прям эксперименты. Если убрать из сообщности людей того, кто имеет собственное мнение, то люди все начинают просто управляемые, делают все. Вот есть в людей вшито быть как все, у некоторых вшито идти против общины, то есть быть собой. Если убрать всех, кто готов быть собой, то все, общество становится максимально управляемым. Поэтому все тоталитарные правители, они уничтожают любое свободомыслие для того, чтобы остались только люди, у которых прошивка что делают все, то буду делать я. И тогда ими вообще элементарно управлять. Теперь и вот среди, поэтому Ахашвирош приказывает кланяться перед Аманом и наблюдает, кто не кланяется, значит, тот враг народа. И тут Мордыхай, один из еврейских сановников, который представлял еврейский народ, один из, он перестает кланяться, как сенатор в Америке, например, у него был статус, как у сенатора в Америке. И вот, значит, он перестает, он не кланяется Аману. Аман говорит, что за дела, как это вообще? Он мне не кланяется. И он, Аман, задумывает, то есть, у него было такое высокомерие, что он задумывает, значит, что не просто Мордыхая, я сейчас всех евреев уничтожил. И он приходит к царю и говорит царю, что вот есть народ, в общем, начинает, как обычно, знаете, протоколы сионских мудрецов, прям все оттуда. Он говорит, в Талмуде приводится текст его доклада царю и говорит, вот Аман, из него можно, это учебник по злоязычию и учебник по клевете и учебник по пропаганде. То есть, он настолько, дебильс у него мог бы учиться, он настолько перекручивает все факты, ситуации там и так далее, что он царю говорит, уничтожь, народ и, значит, этот народ, я тебе дам 10 тысяч каких-то мер серебра. Царь говорит, серебро оставь себе, народ уничтожает. И отдает ему кольцо, свою печать главную, говорит, давай работай. Любой тоталитарный правитель ему выгодно, значит, чтобы его все боялись, значит, все. Теперь, возникает вопрос, Талмуд задает вопрос, хорошо, это внешняя канва, мы видим сейчас внешнее описание событий, а где здесь Бог, что Бог хотел этим показать. Как может такое быть, чтобы один Аман из-за одного Мордехая, и Мордехай, были еврейские мудрецы, остальные сенаторы, да, они ему говорили, ты что делаешь, ты ставишь под угрозу весь народ, ты ставишь под угрозу себя, поклонись ему. Мордехай говорит, нет, не буду, значит, это внешняя канва, а Талмуд спрашивает, а где здесь, что мы учим отсюда, что мы отсюда учим, какая здесь смысл, за что, то есть, есть внешняя канва, но есть причина духовная, что евреи сделали. И Талмуд говорит, 70 лет назад, когда они шли из Израиля в Вавилон, царь Навухадный царь поставил свои статуи, как мы знакомы все с этими статуями, в светлое будущее, помните этот Ленин стоял такой вот так вот, стоял вот так вот, и мы все ходили там, будь готов, всегда готов, значит, нас всех водили тоже с троем, в красных галстучках, с его, значит, такой вот звездочкой, с его фотографией, потом оказалось, что все это было нужно только для того, чтобы нас прессовать, но, когда евреи ввели в Вавилон, то их тоже проверяли на лояльность, и нужно было поклониться идолу, то есть, Египетский фарон себя обожествлял, все цари, которые правили людьми, они себя обожествляли, чтобы народ, ну, как бы, понимал, что, ну, да, мы, типа, бесправные, потому что мы черти, а этот царь, он же Бог, то есть, все вот эти вот правители, они себя обожествляли, и, значит, евреи проходили мимо, им говорили, надо кланяться, значит, они кланялись, говорит Талмуд, а были, которые не кланялись, их потом бросали в льва, бросали в печку, и Бог их спасал, то есть, были, которые самопожертвованием не кланялись, а были, которые кланялись, в общем, они кланялись, так тогда Талмуд спрашивает, секундочку, непонятно, если это духовная причина, того, что над ними появилась угроза уничтожения, то, что, почему же тогда их не уничтожили, это и дало поклонство, отвечает, значит, раби Шиман Барюха, он говорит, они же не по-настоящему поклонились, они в сердце это понимали, что, что это вообще, кто это, Ленин этот вообще, на выходне царь, просто чучело какое-то, а они внешне поклонились, а в сердце не поклонились, поэтому Бог также с ними мера за меру и поступил, то есть, вначале была угроза уничтожения, а потом, значит, было спасение, то есть, все идет мера за меру, Всевышний очень судья праведный, то есть, одно из имен Всевышнего истина, истина, то есть, стопроцентно объективная реальность, истина это Всевышний. Как внешне разворачивались события, Аман, тут тоже это для нас большие уроки, Аман берет и кидает жеребий, слово Пурим переводится жеребий, значит, именно суть праздника жеребий, есть судьба, в которой ты находишься внутри, есть твоя возможность изменить судьбу, это как бы для нас, что мы учим из этого Пурима, Аман бросает жеребий, и выпадает жеребий на месяц Адар, значит, уничтожить евреев, все, он выбирает день по жеребию, и идет письмо во все 127 государств, в отделы КГБ местные там правителям, что такого-то числа, значит, 13-го числа месяца Адар, значит, еврейский народ всех отдаются, они становятся, как вот фашисты сделали евреев, бесправными, вначале они забрали имущество, забрали права, а потом они их отправили в концлагеря, чтобы убивать, это была как раз вот эта технология, только Аман издал указ, что в один день они становятся бесправными, и в государствах в этих, смотрите, в тоталитарных, обязательно все внешне выглядит очень по закону, потому что правитель очень боится, если люди начнут делать что-то не по закону, как в Белоруссии, больше всего, например, полицейских на душу населения в мире, в Белоруссии, там на тысячи, по-моему, на сто тысяч человек, там две или три тысячи полицейских, то есть, очень милиционеров, в тоталитарных государствах, с одной стороны, очень жестко соблюдается, я мусульман очень люблю, вот задают вопрос, очень люблю мусульман, которые ислам, это то же самое, ислам это шалом, они за мир, они за любовь, они за добро, за служение Всевышнему, против и дал поклонство, с настоящими мусульманами, у меня вообще никаких нет вопросов, те, которые, перекрываясь мусульманством, убивают, они как маньяк Чикатило, который бы, кричал бы Аллах Акбар, и насиловал мальчиков, он не мусульманин, как бы он не кричал Аллах Акбар, и не объявлял это джихадам, но насилие над детьми и убийство, это никак не делает его мусульманином, поэтому я за мусульман, но я против убийц, хорошо, это я отвечаю на вопрос, в ютюбе был такой короткий вопрос, значит дальше, на этот день назначают, что еврея в этот день убивают, и имущество разграбить, потому что на основе всех еврейских погромов, на основе всех еврейских гонений, помимо вот этих вот, таких красивых вывесков, по вопросах веры, есть главная причина, это грабеж, вот на протяжении всей истории, все погромы, все гонения еврейского народа, они были глубинно мотивированы одной, одной такой вот причиной, чтобы обокрасть и убить, потому что если ты просто крадешь у обычного человека, то это как-то некрасиво, а если ты крадешь и прикрываешься верой, то это как бы нормально, и значит издал он такой указ, и этот указ идет на протяжении года, все евреи об этом узнают, Мордыха об этом узнает, а в это время, как делает Всевышний, значит Всевышний делает так, Всевышний делает так, я вот на секунду отвечу, и если еще будет какой-то вопрос про Израиль и Газу, то я тогда буду блокировать, Израиль воюет с убийцами, которые сказали, что мы уничтожим Израиль и убьем всех, убьем женщин, детей, стариков, они захватили, то есть есть конкретно Хамас, убийцы, которые не дают Израилю право на существование, они не просто говорят, мы хотим государство, они говорят, нет, Израиля здесь не будет, мы убьем всех евреев до единого, теперь, если в соседнем доме прячутся маньяки, которые хотят убить вас и вашу семью и ваших детей, что вы будете делать, уважаемый Мерзигамет Малаев, что вы будете делать в такой ситуации, когда объявлено конкретно, что сейчас к вам придут, и будут вас и вашу семью будут убивать, конкретно всех, и вы знаете, что эти люди, они прячутся рядом с вами, то что делать тогда? Вот что бы вы делали? И они, то есть вы им говорите, хорошо, отпустите наших заложников, положите оружие, и все, все закончится. Они говорят, нет, мы не положим оружие, мы будем с вами воевать, пока мы вас не уничтожим. Нет выхода у Израиля, просто это безвыходная ситуация, и по всем законам, если человек, убийца, хочет тебя убить, ты можешь его убить первым, и должен его убить первым. Поэтому Израиль, он ищет убийц, преступников, и вы прям напишите конкретно, вы же боитесь написать, Хамас, сдайтесь, сложите оружие, они же в больнице сейчас, все вот эти вот джихадисты, которые кричали, мы прям самые большие, не чемпионы, как они, герои, мы сейчас прямо вообще реально, Израиль уничтожим. Сейчас они сдаются, сдаются все, вот сейчас их окружили в больнице, они сдались, самые большие военачальники, самые большие джихадисты, которые кричали, они сдались, они боятся умереть, а свой народ, они говорят, убивайте. Так пусть они сдадутся, пусть выйдут из своих вот этих вот, как крысы они спрятались в туннелях, отдадут женщин, детей, заложников, и война тут же закончится, больше ни один человек не умрет, ни один мусульманин не умрет, в Израиле живет 2 миллиона мусульман, арабов, никто их не трогает пальцем, никто, Израиль не против мусульман, Израиль против убийц маньяков, и настоящие мусульмане должны были бы сказать сейчас, Хамас, преступники, именно из-за вас убивают в Палестине сейчас женщины детей, именно вы прячетесь под их юбками, а потом, когда вас уже припирают в стенде, вы сдаетесь, а что же вы сдаетесь тогда, вы же джихадисты-тоти, не сдавайтесь, боюйте до смерти, как вы своих женщин подставляете, поэтому, пожалуйста, мусульмане, я вас очень люблю, уважаю, но вы бы ввели себя в этой ситуации точно так же, я уверен, вы бы, если бы, не дай бог, вот на вас так напали, вы бы вырезали всех пленных, и это правильно, я бы, например, считаю, что вот тех убийц, которые сейчас сдались, их не надо брать в плен, их надо конкретно, вы джихадисты, вы говорите, будем воевать до смерти, мы убьем Израиль, все, значит, готовы, давайте так, мера за мером. Хорошо, друзья, это, кстати, большая ошибка, я считаю, да, потому что, ну вот, есть в Израиле сейчас 7 тысяч убийц, которые кричали, что мы там нуфба, мы всех уничтожим, вот этих убийц надо было бы каждый день по 10 человек убивать, и остальные бы сдались, а остальные бы тогда бы не шли бы воевать. Хорошо, друзья, это было бы милосердие, вот это было бы настоящее милосердие, и к палестинцам, которые сейчас умирают, потому что за ними прячутся эти мусульмане. Все, вдох-выдох, все, возвращаемся к Пуриму. Итак, значит, в это самое время Всевышний делает еще одну, одну такую вот интересную комбинацию, и Ахашвирош, который после того, как он убил свою жену, он начинает подбирать себе новых жен в горе. И тоталитарный правитель, для него же нет закона, поэтому на улице хватают девушек, и когда хватают девушек на улице, то хватают девушку Эстер, которая была племянница, которая была племянница Мордыхая, ее хватают и тоже забирают в этот гарем. И Мордыхай говорит, Бог, вот в этом главный смысл Пурима, вот это главное, что мы из Пурима учим. Мордыхай говорит, Бог не ошибается, Бог не ошибается, Бог творец мироздания, Он хозяин, Он хозяин мира, все, Бог не ошибается. Поэтому он сказал Эстер, раз тебя забрали, значит не говори ничего, молчи, и будем ждать, что будет, будем смотреть, как будут развиваться события. И Эстер в гареме, молчит, не говорит, что она еврейка, доходит ее очередь, и каждую ночь к Ахашвирошу приводили новую девушку, и он влюбляется в Эстер, он делает ее царицей, и он ей говорит, кто ты? Она молчит. Он говорит, из какого ты народа? Она молчит. Хорошо, дальше разворачиваются события, Аман строит виселицу, и идет к царю, для того, чтобы попросить у него разрешения, потому что царь контролирует все вопросы жизни и смерти, он все равно у него в руках, он тоталитарный правитель, чтобы казнить Мордыхая. В это самое время, в это самое время, Эстер говорит царю, приходи ко мне на пир, а раньше она его никогда не звала, потому что это все время было над ней как насилие, то есть она не хотела с ним быть замужем. Значит, после этого, говорит, приходи ко мне на пир с Аманом, они приходят с Аманом на пир, царь ей говорит, что ты хочешь, скажи. Она говорит, приходи завтра на пир, это я вам коротко рассказываю, потому что уже время. Приходят они завтра на пир, и вот на завтрашний день царица говорит, смотри, я хочу тебя попросить одну вещь. Кстати, полностью все Медилат Эстер, я вам сброшу ссылочку, есть цикл моих уроков по Медилат Эстер, где все по свитку Эстер, где все разъясняется в деталях. Есть цикл уроков, прям я когда-то давал 8 или 9 уроков. Видео. Значит, там очень интересно, вот если в деталях разобраться. В общем, в последний момент, я вам даю спойлер, когда Аман уже был уверен, что все уже у него в руках, что он уже полностью самый великий человек в государстве, в этот момент Эстер просит царя на второй пир, говорит, меня и мой народ хотят убить, ни за что. Значит, если бы была хоть какая-то вина, я бы не просила бы у царя, но просто нас все хотят уничтожить, и меня, этот убийца, который меня хочет убить, да, значит, этот убийца, он находится рядом с тобой. Царь говорит, кто это такой убийца? И она показывает, Аман вот этот убийца, который хочет меня убить, царицу, и который хочет, и тут царя Ахашвироша его клинит, он понимает, что следующая ступенька, следующая цель Амана будет он сам, и он приказывает, на вот этой виселице, которую Аман мне подготовил, Амана повесить. И, значит, вешают Амана, и 10 его сыновей вешают на этой виселице, а что дальше? А дальше царь, там было в летописи, что Мордыхай его несколько раз спасал, и Мордыхай оставят пример министра. Значит, Эстер и Мордыхай говорят, так что, спасаем народ, типа, отменяем указ, царь говорит, я не могу отменять указы. Я указы отменять не могу, потому что указ царя, это закон, и это как раз нам идет сообщение, что Всевышний от него идет, как то, что называют на Востоке карма, идет программный код. И этот программный код, то, что называется судьба, он уже идет, его стереть нельзя. Он идет, идет, идет на каждого из нас, тот программный код, который мы когда-то создали своими делами, когда-то создали своими словами. То есть, мы делаем действия, ангелы поднимаются, программа поднимается, мы делаем заповеди, мы делаем добрые дела, поднимается, а оттуда идет судьба. И вот получается, Ахаширош говорит, не могу, не могу отменить указ. Царствие указа не отменяется. Тогда Мордыхай, а что делать? Царь говорит, есть, что делать? Можно создать новый указ. Всегда можно создать новый указ. Всегда можно сделать какое-то новое действие, которое спасет и изменит все. В этом урок как раз вот этого вот, значит, можно создать новый указ. И Мордыхай пишет указ, что в этот же день евреи могут с оружием в руках защищать себя от погромщиков. Все. То есть, идет как бы то, что идет на них вот это вот постановление плохое, пожалуйста. То, что есть новый указ, что они могут с оружием в руках защищать себя, это новое постановление. Евреи берут оружие и в этот момент, так как они уже, значит, вот тут есть интересная фраза. Написано, что Аман сделал для еврейского народа больше пользы и добра, чем пророки. Вообще, вот это как? Что это за ход мышления? Как может быть, что Аман сделал для еврейского народа больше, чем пророки? Что делали пророки? Пророки пробуждали к раскаянию. Пророки пробуждали, чтобы вернулись к Богу. Что делали евреи? Говорили, говорит, ну, слушайте, ну, нам и так все хорошо, Бог нас любит, но какого вернитесь к Богу? Мы и так с Богом, все нормально. Когда год они жили под приказом, что их убьют, да, который издал Аман, то они в этот момент раскаялись, все, ничего не нужно, ни удовольствия, ни деньги, ни работа, ничего, нужна жизнь. Кто дает жизнь? Бог. И они раскаялись, начали соблюдать заповеди, постились, отсюда идет пост СТР, когда она шла к царю вот этот вот пиковый момент изменения всего. Пурим это изменение всего. Это праздник, что все можно изменить. То есть, это мы учим из Пурима, что все может в один момент повернуться, все в руках Всевышнего, но к Всевышнему у нас есть подход через действия. И Пурим нас учит, сейчас я перейду, последнее у нас будет заключение, что делают в Пурим, то есть, это день, когда все переворачивается. Все переворачивается, и Аман, который хотел уничтожить, он сделал больше, чем пророки, потому что пророки призывали раскаяться, евреи не раскаивались. Аман, значит, приказал их уничтожить, они раскаялись. Получается, что он сделал больше, чем пророки. То есть, получилось, что то, что он сделал, это было добро для еврейского народа. В общем, в итоге все повернулось к лучшему, и 14-го, и 15-го Адара, 14-го во всех городах, 15-го в городах, которые в то время были окружены стеной, как была окружена стеной их столица, Шушан, Сузы, в Иерусалиме празднуют 15-го Адара, это будет в ночь с воскресенья на понедельник, начинается Пурим, а во всех городах с субботы на воскресенье начинается Пурим, и длится все воскресенье. Теперь вспоминают эту историю, изучают эту историю, читают ее вечером в синагогах и утром. Кто не идет в синагогу, может послушать уроки Торы, есть прямо все вот я уроки по Медилат Эстер сделал когда-то лет пять назад, очень подробно с комментарием Малбима. Значит, вечером и утром чтение Медилы в синагоге, если кто не может пойти в синагогу, прочитайте сам этот свиток, Медилат Эстер, там 10 глав, ну, занимает это 15 минут, да? Так, уже садится у меня айпад. Значит, дальше утром, утром делают, утром делают две заповеди, то есть вечером читают Медилат Эстер, утром читают свиток Эстер, после этого делают две заповеди. Первое, это Матанотли и Вианим, подарки для бедных. Очень важно людям, у которых нет денег, которые в данный момент оказались по каким-то причинам без денег, им важно дать деньги. Причем это важно для того, кто дает больше, чем для того, кто берет. Почему это важно для того, кто дает больше, чем для того, кто берет? Мы все просим что-то у Всевышнего, мы все бедные в каких-то аспектах своей жизни, мы все нуждаемся, кто в здоровье, кто в хороших отношениях, кто волнуется за детей, у кого нет работы, у кого что-то. Мы все бедные относительно Всевышнего. Та мера, которую человек делает, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Поэтому, когда вы помогаете тем, кто нуждается, вы открываете вот эти ворота, чтобы через них пришло на вас решение ваших каких-то вопросов. В Курим есть правило, что каждый, кто протягивает руку, написано в шелхонарухе, дают ему. Поэтому приготовьте лучше много мелких денежек, и все, кто просят, лучше дать каждому по маленькой монетке. Так мы открываем вот этот вот, опять же, мера за меру, что когда вы просите, дай, 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 а потом к вам приходят, вы говорите, нет, 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 как-то не сходится. Поэтому в Курим дают всем, вам дают, вы даете, то есть нужно создать вот этот вот момент помощи. Поэтому заповедь утренняя дать, мотануть ливень им, подарки для бедных, можно заранее дать в хорошие места. А что значит хорошее место? Когда для человека вот эти деньги, они для него реальное спасение, кому-то вы дадите 100 долларов, это для него вообще просто, ну, как сокровищница. Кому-то вы дадите миллион долларов, он не заметит. Поэтому важно дать именно тем бедным, праведным бедным, хорошим бедным, которые, поэтому есть специальные там организации, раввины, вы заранее даете, например, а он передает именно утром в Пурим, чтобы это произошло. И вы знаете, что это произойдет утром в Пурим. Дальше. После этого называется Мишло Ахманот. После этого шлют еду Иш Эль Регу. Шлют еду друзьям. Значит, друзьям шлют какое-то два вида еды, чтобы было. Бутылочку сока, яблочко. Значит, шоколадку, там, бутылку водки маленькую, например. В общем, шлют два вида еды. Обязательно, чтобы было два вида еды, которые можно съесть сразу. Это, здесь даже больше в названии Мишло Ахманот, послание подарков, это не подарки, ну, еды, мана, это как еда, Иш Эль Регу, человек ближнему своему посылает. Значит, все, послали, надо сделать две, Матанофилиев Юним, значит, и Мишло Ахманот. Один, если вы сделали Мишло, уже вы выполнили. Одному человеку, если вы послали. Ну, обычно принято, шлют больше. И потом начинается последняя, четвертая заповедь праздника, это пир. Так как спасение произошло во время пира, то заповедь, заповедь последняя этого дня, это пир. Нужно успеть до захода солнца, покушать, и написано, надо напиться, ада, адело, ада, пока ты не перестанешь понимать вообще реальность. В этом суть этого дня. Нам кажется иногда, что это зло, а оно оказывается добром. Нам кажется, что это добро, а оно оказывается злом. Теперь, но по факту, суть этого праздника отключиться и понять, что все добро, все от Всевышнего, и если к нам приходит то, что мы считаем, что это зло, нужно понять, что Всевышний не хочет никому зла. Всевышний хочет только добро. И надо понять, что в этом месседже, который Всевышний нам шлет, что мы должны в себе исправить, что мы должны в себе изменить, что мы должны как бы понять, осознать, и оно все переворачивается в добро. Пурим, я сам наблюдал, в Пурим была ситуация в Киеве, когда один он был директор хедера, Раф Бенемин Гудфорб. У него 14 лет после свадьбы не было детей. И вот уже как бы он уже в возрасте, жена в возрасте, они были наши соседи. И значит, он в Пурим, как раз вот этот был момент, когда выпивают на как бы пир, кушают, пьют и пьют, ада, аделуя, да, до момента, когда ты перестаешь различать вообще между добром и злом, но все это только в духовной атмосфере и только чтобы понять вообще, что от Всевышнего идет только добро. И он заходит с Раф Элихэшен, такой садик, он тоже был преподаватель хедера. Они заходят, как раз мы сидели на территории синагоги киевской на Подоле. И значит, сидели, они туда заходят вот так вот. И значит, в этот день, когда молишься, то тебе дают. И Раф Элихэшен просит, давайте помолимся за Рафа Гудфорба, чтобы у него были дети, чтобы Всевышний дал ему ребенка. Мы все сидим, давайте там все, молимся, молимся, молимся. А он говорит, вот если сегодня такой день, что если от всего сердца помолиться, то обязательно Всевышний выполняет. Но мы все уже такие, да, да, давай, Всевышний, пожалуйста, дай ему ребенка. А Раф Элихэшен говорит, от всего сердца это так, он же тоже сильно выходит. Он говорит, Бог говорит, если ты не дашь ему ребенка, забери меня в этом году, говорит, чтобы я ушел из этого мира. Такая тишина, все такие. Ну, то есть, пьяный, не пьяный, но такое сказать. Раф Гудфорд начинает рыдать. То есть, это было как бы Раф Элихэшен, он говорит, я готов умереть, чтобы настолько, я хочу, чтобы ты дал ему ребенка. Вообще, ну, то есть, он рыдает, все рыдают. Такой момент. Значит, проходит после этого, после Пурима проходит, ну, там, несколько, я не помню, недель, месяц, два месяца. И они были прямо в соседней двери. Забегает жена Равагутфорба к моей жене и кричит, Ривка, я беременная. Прям вот реально, я видел это все, всю ситуацию, это было рядом с нами. У них рождается ребенок, это было реальное чудо. И я на следующий Пурим привез подарок Раф Элихэшену, и ему говорю, Раф Элихэшен, говорю, как раз ему привез вот этот Мишло Ахманот, ну, два вида еды. Я к нему заехал, он жил там, недалеко от меня. Я ему говорю, утром же завозят еще до трапезы, пока все еще трезвые. Я ему говорю, Раф Элихэшен, а вот скажите мне, пожалуйста, вы боялись, вот вы такое сказали, вы боялись, что Бог вас заберет? У него 14 лет не было детей, врачи опустили руки. Как вы так, ну, то есть, он мне говорит, ты знаешь, честно, очень боялся. Честно, когда уже на следующий день, когда отпускает, ну, когда боялся. Но именно вот этот момент, когда напиваются, чтобы убрать вот эти все наши мозги, рациональные какие-то расчеты и так далее, Всевышний о нас заботится. Заботился, заботится и будет заботиться всегда. Потому что Анатонный Всевышний, он нас создал, и каждое утро мы говорим, что спасибо, что я проснулся. Велика твоя вера в меня. Раз Всевышний нам дает жизнь, значит, он нас любит. Все, всем удачи и успехов. Значит, всем удачи и успехов. Шаббат шалом. Шаббат шалом. И чтобы каждый для себя что-то услышал, что-то для себя понял. Все. Я считаю, что все четенько мы разобрали сегодня. И будет у вас краткое изложение того, что я рассказывал именно по заповедям. И суть праздника будет на канале ВАИКРА в Телеграме. И там же будет ссылка на цикл уроков по Медилат СТР. Прям по тексту я там иду. Каждый отрывок мы изучаем с Малбимом. Такой свеликий комментатор. Значит, можно посмотреть. Очень интересно. Вы поймете суть. Все. Всем удачи и успехов. Шаббат шалом.